Эти степи издревле были местом встречи различных культур и цивилизаций. Ещё в первом веке до нашей эры древнегреческий историк Геродот упоминал дорогу через Великую Степь. Мы в Казахстане, в Великой Степи. Это место называется Жарсу. Для нашего уха более привычно другое название – Семеречье. Здравствуйте! Ассалам алейкум! Это программа «Планета собак». Планета собак – это необыкновенное путешествие по собачьему миру. Сколько на планете пород, столько же стран, городов, областей, островов. В нашей программе мы будем рассказывать о собаках и собачьей географии. В Англии мы расскажем вам об английских борзых – уипетах. В Испании об испанских – гальго. В средней полосе России – о русских псовых борзых. Но сегодня мы в Казахстане. И рассказ наш будет о казахских борзых – тазы. Вот она – Великая Казахская Степь, о которой столько слышал, которую столько раз видел, но все равно каждый раз, как впервые. Ее называют Тартарией, Скифией – Большой Евразийской Степью. Она тянется более чем на 2200 километров восточнее Прикаспийской низменности и севернее Аральского моря, до Алтая. И в каком бы направлении ты ни шел, кажется, что стоишь на месте, да и степь не движется. Потому что пейзаж никак не изменяется. Может быть, именно так и выглядит вечность. Помните, я обещал вам, что мы обязательно вернемся в Казахстан, к нашему другу Даниэру Дукею. С его помощью мы планируем рассказать вам об очень интересной породе… Нет, я не могу назвать это существо собакой. Это дар богов. Это часть вселенной. Это казахская борзая. Тазы. И вот мы снова в Казахстане. И я вижу нашего друга Даниэра Дукея. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Кошкельнесс, добро пожаловать опять. Спасибо. Ну что, покажете мне это чудо природы – тазы? Обязательно. Ну как, Григорий, вы помните, надо одеться по-казахски. Согласен. На лошадь и в путь. Мы едем снимать казахских борзых тазы на лошадях в степи, что может быть прекраснее. Идем. Что получится, не знаю. Как меня денет Даниэр, тоже не знаю. Но уверяю вас, это будет интересно. В общем, через несколько секунд все увидите сами. Ну вот, я теперь могу отправляться на охоту. Вы не думайте, что я просто так вырядился. Нет, это традиция, которую здесь свято чтут. С традицией начинается и традициями заканчиваются самые важные вещи. Надо сказать, что пока я переодевался, поджилки у меня немножко тряслись, потому что наездник из меня никакой. Зовут Кок. Кок? Кок. Серый. Серый. Очень спокойный. Серый. Правильно обученный. Ну, будем надеяться, что эта очень спокойная лошадка довезет меня туда, куда нужно. Между прочим, в последний раз я садился на лошадь здесь же, в Южном Казахстане. Было это 20 лет назад. Я тогда служил в доблестных пограничных войсках. Ну что, все будет хорошо? Вы знаете, мне кажется, что я с ней подружился, и мне почему-то вспомнилось стройки из Дазнских повестей Шолохова. Баба, она, говорит, как и лошадь, она ласку любит. Вот эта вот лошадь, она любит ласку. Ну что, попробуем? Поконим. Поконим. Не знаю, получится с первого раза, не получится. Есть ли на свете что-то более тревожное и волнительное, чем поведение собаки, выпущенной на свободу? Особенно борзой собаки, для которой бег – вдохновение, творчество, момент истины. А ведь это пространство, по которому в разные стороны разбегаются собаки, это всего лишь крошечный хуторок в степи. А настоящая степь впереди. Даже страшно вообразить себе, как будет прекрасен полет этих собак над степью. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Считается, что арабы первыми начали охотиться с собаками. И именно они ввели такое понятие, как охота с борзой. Они спрашивают себя о том, что им дозволено. Скажи, вам дозволены блага? А то, что поймали для вас обученные хищники, которых вы обучаете, как собак, в части того, чему обучил вас Аллах. Ешьте и поминайте над этим имя Аллаха. Бойтесь Аллаха. Ведь Аллах скоро в расчете. Пятая сура, четвертый аят Корана в переводе Эльмира Кулиева. Таза очень древняя порода. Окончательно она сформировалась 4000 лет назад. Ее прародителями были борзые собаки древнего Египта, Тезем, арабские слюги и персидские салюки. Вот благодаря, наверное, этим трем породам получились современные тазы. Вообще, самое большое поголовье этих собак сейчас, наверное, насчитывается в Казахстане. Есть они и в Узбекистане, совсем немного их в Таджикистане. Кстати говоря, по другую сторону Каспия, в Закавказье эти собаки также называются тазы. Есть они и у крымских татар. Интересно, что на Востоке борзых никогда не называли собаками. То есть в переводе с арабского «алькальп», а на тюркских наречиях это «ид». Их называли «тазы» или «альхур», что в переводе означает «чистый», «незапятнанный». А вот как раз существительным «алькальп» называли «ловчих птиц». Это существительное происходит от глагола «ранить когтем». Охотничья тактика тазы многообразна настолько, насколько многообразен ее противник. Например, хорошо натасканная таза, догнав лисицу, старается сомкнуть челюсти на ее шее, а потом быстро скрутить, подминая под себя. А зайца же собака старается взять за хребет. А вот когда поблизости нет ни лисицы, ни зайца, так хорошо искупаться в теплой степной пыли. Вы себе не представляете, какой здесь пьянящий воздух. Здесь ты чувствуешь, наверное, то, что для русского человека, да, наверное, я не буду относить к национальности, к россиянину. Здесь чувствуешь то, что, наверное, самое ценное для нас – это не свобода, это воля. Что это такое, каждый понимает сам. Вот я понимаю, вот это – собаки, лошади, степь – это моя воля. Пошли! Адамның бір қызыға айхы, бала деген. Баланнау әлпештедау ана деген. Баланнау әлпештедау ана деген. Баланнау әлпештедау ана деген. Вы знаете, я, наверное, здесь, правда, уже практически свой Потому что это очень редкий случай, когда тазы подходят и дают себя гладить абсолютно постороннему человеку Эти собаки меня видят первый день, но вот они стоят, я их могу спокойно погладить и рассказать о них Вообще, тазы бывают гладкошерстные и длинношерстные До 13 века они были примерно все вот такого вот достаточно светлого окраса Но в 13 веке через эти земли проходили монголы Вместе с ними шли собаки так называемой черной масти И вот после того, как монгольские собаки скрещивались с местными тазами, появились собаки темных окрасов Но вообще они не свойственны для Казахстана Вот абсолютно правильный, считается исторически правильный, вот такой окрас Мне здесь рассказали, что в свое время тазы могли заходить в юрту, могли спокойно располагаться в ногах человека Их никто не прогонял, по той простой причине, что, как я говорил, этих собак не называли собаками Это были настоящие кормильцы Когда-то давно, благодаря этим собакам, выживали целые семьи Потому что охота тазы считается достаточно высокопродуктивной Вообще тазы, они очень необычные борзы Все дело в том, что, например, русские псовые борзы, они охотятся только по зрячему Там должны быть обязательно гончие собаки, которые по следу находят зверя, выгоняют его на открытое место И вот тогда уже включаются в работу борзы А вот тазы, они самостоятельно, по запаху находят свою добычу И только потом гонят по зрячему Между прочим, тазы прекрасные апортировщики, вы не поверите, но это так и есть Они могут апортировать и зайца, и даже утку Вообще, это у легавых, у подружейных собак считается, ну, если не высшим пилотажем То считается, что это очень хорошая собака, когда она без брезгливости берет перо Вот тазы могут это делать, вы себе представляете? Данияр обещал показать мне, как это делают его собаки Так что это мы еще обязательно увидим Ну а что откладывать обещания в долгий ящик, сказал Данияр? Прямо сейчас и увидим И вот мы в настоящей казахской юрте И вот-вот увидим, как казахские борзы достают утку из воды Я ни в коем случае не хочу обидеть уважаемого Данияра, но вот у меня, например, в голове это не укладывается Данияр, можете подтвердить это документально? Без проблем Хорошо, показывайте Показываю Если честно, друзья, я потерял до речи Все время хотелось протереть глаза и воскликнуть Не верю Ну что ж, придется признать свою некомпетентность и плохую осведомленность в этом вопросе Вот это да Был неправ, вспылил Я, честно говоря, я думал, что все-таки Данияр немножечко преувеличивает Оказывается, мои познания в кинологии не безграничны Ну, все знать невозможно Еще говорят, век живи, век учись И вот я благодарен, что Данияр мне предоставил такую возможность поучиться И никогда не высказывать свое безапелляционное мнение Посмотрите Оказывается, тазы могут плавать не хуже, чем лабрадор И это степная борзая Хотелось еще и еще раз смотреть эти уникальные кадры И слушать Данияра Который говорил какие-то очень простые и мудрые вещи О любви к природе, собакам, лошадям Но пора было возвращаться Тазы не ждали Тазы очень преданные собаки Они никогда не обидят ребенка Будут благосклонны к гостю, хотя к постороннему человеку они редко подходят Скорее, это исключение из правил, чем правило Если вам по-настоящему понравились эти собаки И вы захотели завести себе вот такого четвероногого друга Задайте себе только один вопрос Сможете ли вы создать все условия для того, чтобы эти собаки были счастливы? Если вы можете обеспечить такие условия, чтобы эти собаки в день пробегали по нескольку десятков километров Тогда заводите и не сомневайтесь Нет, наверное, на свете более умиротворяющего зрелища, чем играющие щенки Посмотрите, как смело атакует щенок Тазы будущего горного великана Табета Дорогой мой брат Тазы Я так благодарен тебе за сегодняшний день, за эту охоту Мне очень хочется тебя чем-нибудь отблагодарить И у меня есть то, что тебе придется по вкусу Это корм «Пять звезд» премьер-меню Российские собаководы давно мечтали, чтобы в нашей стране появился корм высокого класса Который не уступает зарубежным аналогам И вот, наконец, он появился в России Дорогие товарищи собаки, я уверен, что он вам понравится Потому что там все включено и нет ничего лишнего Вам будет вкусно А вашим хозяевам интересно Потому что здесь, на обратной стороне упаковки Изображены пять звезд отечественной кинологии Страна должна знать своих героев в лицо Внешне кому-то тазы покажутся не очень презентабельными собаками Но, интересно, у этих собак очень сильный генотип Все дело в том, что существуют помеси тазы и табетов Так вот, внешне эти собаки всегда больше похожи на тазы А через несколько поколений, если их продолжают вязать с тазы Опять получаются обычные тазы Вот эта особенность присуща, пожалуй, только этим собакам А вот у других пород такого нету Интересно, что с табетами уживаются только тазы Все дело в том, что предпринимались попытки сюда завозить и другие породы собак Тех же самых лаяк Но все дело в том, что они здесь просто не выживали Горы – это по-своему жестокий мир И здесь все основано на естественном отборе Когда течет сука, кобели вступают в кровопролитные схватки Другие собаки, в принципе, табетам не конкуренты А вот тазы, как говорят здесь тазы, нужно еще догнать, чтобы посчитаться с ними В бытовой жизни кочевников конь всегда занимал свое особое, главное место Лев – царь зверей Конь – царь домашнего скота Крылья батыра – конь Неудачливого джигита выручает удачливый конь Так говорят народные казахские поговорки Казахи всегда очень ценили и берегли коней Уважительно называли их мудрым животным Безъязыким человеком Человекообразным зверем Такое отношение к лошади, возвеличивание и почитание коня Связано с ведущей ролью этого благородного животного в кочевой жизни и быту казахов И то же самое можно сказать и о собаках Эту борзую зовут цары И это настоящий идеал Так, по крайней мере, говорят эксперты Вообще, по различным подсчетам, сейчас в Казахстане порядка 300 тазы А еще 100 лет назад их здесь было, вы не поверите, 7 тысяч Вообще, сейчас в мире, а есть эти собаки в России, в странах Балтии, в Бельгии, в Германии и Франции Вообще, в общей сложности их сейчас всего 2000 особей Так что это очень редкая собака Телевизионщики и киношники говорят уходящая натура, которую обязательно нужно снимать Вот об этих собаках нужно рассказывать Этих собак нужно снимать А еще этих собак нужно любить и заботиться о том Чтобы они не ушли в никуда Чтобы они сохранились Да, сейчас и сюда, в казахскую степь, пришла цивилизация Но казахи верны своим традициям Они также верхом выезжают на охоту И их сопровождают эти прекрасные борзые тазы А вы знаете, что казахи верят, что грива и хвост лошадей Оберегают их от злых духов, бесов и опасностей Существует традиция Колыбели ребенка привязывать волосы из гривы и хвоста лошадей Вырывают волос из гривы, челки-лошади И завернув тряпочку в виде тумара, талисмана Надевают наше ребенка Также считается, что плеть – камча – оружие всадника И она обычно пропитана потом коня К такой плети боятся приблизиться бесы и всякая нечистая сила И поэтому камчу вешали у изголовья молодых женщин Ой-ой-ой, кажется, я сейчас утонул Впрочем, лужа оказалась не такой уж глубокой И я переплыл А вот хваленая таза испугалась и отправилась обратно Что, мой хороший, да, не очень я с тобой хорошо управляюсь Тем более, когда в одной руке по воде, во второе ружье Но какой-то мужской охотничий инстинкт берет вверх Пошли посмотрим, что там интересного Хэй! 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 Посмотрите, посмотрите, какой особый бег у коня Данияра Вот так скачет настоящий иноходец Говорят, на таком коне можно проскакать сотни километров в седле И совсем не устать Охотники предлагают Данияру подойти поближе к озеру Копчегай И поискать добычу в прибрежных камышах Утки, фазана, гуся здесь мать мущая Ну, пока не везет Вообще, всегда очень интересно посмотреть Как поведет себя собака новой породы Которую ты еще не видел в работе Вот в такой ситуации, в которой ты сам-то никогда не оказывался Может быть, мне повезет Новичкам же ведь иногда говорят, бывает такое, везет Ни о чем не хотелось говорить Хотелось смотреть и слушать Медленно двигаясь в высоких степных травах Во след за молчаливыми всадниками И легкими, как ковыль, собаками Я вдруг понял, что эти собаки Такая же неотъемлемая часть этой местности Как вода, трава, песок Смотрите себе эти травы И вы поймете, что это цвет шерсти таза Почувствуйте этот невероятный ветер И вы узнаете в нем стремительность таза Вся степь вдруг представилась мне В виде огромной сказочной собаки Казахской борзой Таза Субтитры создавал DimaTorzok Что-то там Поразительно Тазы охотятся и на утку И не поверите На волка Собаки, способные взять волка Называются у казахов сртанами То есть сверхъестественными Поскольку это борзые собаки У них очень острое зрение И для того, чтобы собака смогла найти дичь Высмотреть ее Собаку берут вот так вот на седло И собака может высмотреть свою добычу После того, как собака обнаружила ее Ее спускают с седла И собака начинает преследование Давай Знаете, что гласит хадис 1568? Я слышал, как пророк говорил Злейшие доходы Заработок проститутки Выручка за собаку И доход кровопускателя Нельзя продавать любовь Нельзя продавать друга И брать деньги за оказание помощи Невольно вздохнешь Об этих идеальных временах Которые, может быть, когда-нибудь наступят Мы прощаемся с Казахстаном С этим местом Которое в переводе на русский Называется Семеречи Мы вынуждены проститься С нашим другом Даниэром Который подарил нам Знакомство с этими собаками С этими лошадьми Познакомил нас с этими людьми Тазы Очень спокойные И вместе с тем Отважные собаки Мне кажется, равно Как и все казахи Ведь собаки Это правдивые зеркала В которых отражаются Наши характеры Поступки Достоинства и недостатки Девиз нашей программы Хотите лучше узнать людей Побывайте на планете собак До свидания Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok